История этого Enterprise Out of the Box началась с Сергея Харитонова. Он сейчас CTO в Эликсе. Я начну нудную историю, как я обычно люблю это делать. Когда-то Сергей был CTO в SoftServe, после этого он был CIO в Связном, российская billion dollar company. Потом он вернулся обратно во Львов, присоединился к Эликсу на должность CTO. Ну и человек, в общем, многое успел сделать, многое успел повидать. И будучи CIO в Связном, он обратил внимание на то, что open source, который до этого, лет 5 назад был еще таким, что это, конечно, хорошая штука, но в продакшен его тащить в два раза подумаешь, то на сегодняшний день open source аналоги больших дорогих интерпрайзных штук стали настолько надежными, что ими вполне можно эти большие дорогие интерпрайзные штуки заменять. Этот эксперимент Сергей провел вначале в Связном, успешно сэкономил огромное количество денег. И эта именно идея легла в концепцию Enterprise Out of the Box. Будучи энтерпрайзом, любым энтерпрайзом, любой большой компанией, у вас, в принципе, до недавних пор особо не было выбора. Вы должны были, дорастая до какого-то количества людей, сложностей, процессов, купив пару-тройку компаний, вы все равно заканчивали тем, что вы шли к какому-то условному IBM или Hewlett Packard, и покупали у них за миллион лицензий, за 5 миллионов саппорт, просто потому что у вас не было выбора. Если вы пойдете в любую большую компанию, в любой энтерпрайз, то архитектура IT-системы, любого энтерпрайза будет выглядеть приблизительно одинаково. У вас есть какая-то шина, которая вам обеспечивает интеграцию разных приложений. На шине висят самые разные штуки. Тут какие-то CRM, тут ваш веб-сайт висит, тут ваша мобильная аппа висит, тут у вас еще там 3-я, 5-я, 10-я висит. Какие-то микросервисы через эту шину обеспечивают вам атомарную функциональность. У вас есть какой-то data warehouse, словно relational-based. У вас, возможно, есть какой-то big data, кластер. Возможно, у вас есть что-нибудь для fast data. Возможно, у вас гарантированно есть какой-нибудь, если уж есть big data, какой-нибудь Hadoop, Spark, H-base. И, в принципе, любой энтерпрайз выглядит вот так. Да, может, у вас будет не одна шина, а две шины. Может быть, есть real-time шина, отдельная ETL-шина. У вас может быть один storage, может быть, два-три storage. У вас может быть одна big data, вторая big data. Но, по сути дела, вот такую картинку вы встретите, в какой бы энтерпрайз вы не пришли. Идея Enterprise Out of the Box была в том, чтобы собрать вот эту экосистему энтерпрайзную из open-source компонентов, интегрировать их друг с другом и использовать для проектов, которые Alex делает для энтерпрайза. Здесь показаны вот несколько из этих платформ. Их, на самом деле, немного больше, но они более-менее related к тому, на что я потрачу последние пять минут моего доклада. Здесь мы видим, собственно, шины. Data Warehouse, Relational Based, Postgres, Excel, MS, SQL, Oracle, любое, что вам нравится. Big Data Cluster, Fog Computing – это коннектор к этим data storage, который позволяет вам использовать веб-клиенты, мобил-клиенты, автоматические комбайны, которые ходят у вас по полям, если вы большой агрикалчер, и тому подобные вещи. Тут внизу на ETL-шине висит Redis база данных и вот это Enterprise Analytics Platform. Enterprise Analytics Platform – это то, что мы делали для наших data science проектов, и оно выглядит приблизительно так. У нас есть несколько вот этих вот присобранных open-source компонентов для каждого из типа аналитиков. Для онлайн-аналитики мы используем Prediction, EO и PIVIC. PIVIC – это аналог Google Analytics, только бесплатный. Основная концепция вот этого Enterprise Out of the Box в том, что вы получаете это все бесплатно, и оно все open-source. Для real-time analytics, собственно, как часть необходимая для онлайн-аналитикс, мы используем Redis в формате ETL-Cache, мы используем Kafka Streaming для FastData, для Descriptive Analytics – Spark, Hive, Hadoop, HBase. Это все агрегируется в Reporting Service, Jasper, как Reporting, D3.js, если вам нужна шутка кастомная, и отсюда мы можем получать или репорты, или role-based dashboarding. И самое интересное для нас, ну, related к нашей конференции, это Predictive and Prescriptive Analytics. Там мы используем H2O для Machine Learning. Это у нас такой стандартный engine, который мы используем для каких-то больших задач. Он же может использовать H2O, это довольно популярный open-source фреймворк. Если вы его не видели, рекомендую на него посмотреть. У него же есть дополнительное, либо не либо, как ее называют, Deepwater называется, которое позволяет использовать как backend для H2O TensorFlow. Также туда входит либо для R, либо для Python, и вот там вот Deep Learning – это Deepwater фактически. Spark и Hadoop в основе этой всей радости. И в результате вы получаете, собственно, Predictive Analytics, Predictive Analytics – результаты, которые могут быть переданы дальше либо по шине в какой-то из этих аппликейшенов, либо в Storage, либо в Репорте, в зависимости от того, что вам надо. Эта штука позволяет нам на старте сэкономить довольно большое количество времени, когда мы стартуем любой аналитический Data Science проект для большого интерпрайза. Эта штука позволяет нам ответить на множество неудобных вопросов. Окей, не удержусь, да? У нас обычно Data Science, условно, сводится к тому, что мы пишем все более и более красивые ML-модельки, не задумываясь о том, и сложно, не задумываясь даже о том, как мы эти ML-модельки потом будем применять. Вот эта штука позволяет нам ответить на множество вопросов о том, вот окей, вы напишите на модельку, и что нам дальше с этой моделькой делать. Вот эта вот вещь, она как бы объясняет, что мы дальше с этой моделькой будем делать в формате большого интерпрайза. И в самом последнем, как самый последний важный момент, это позволяет нам сэкономить как компании в среднем до полугода работы, инженерной команды на старте проекта, которая бы, если бы вы это все делали с форм-скретч, эти полгода тратила на то, чтобы собрать эту штуку, поскольку она у нас уже собранная. Ну вот так вот, коротко про архитектурные, инженерные основы нашего Data Science в Elex, который мы делаем для интерпрайзов. Здесь я закончу, и спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ